Приветствую, любители спагетти, фабрик и заводов. В эфире Инженерный подход, канал FIGAX. Продолжаем играть в Dyson Sphere Program. Кругом эти вездесущие ветряки. Собственно, не на запись, что я сделал. Я, как видите, увеличил в два раза башню по производству синей науки. Проапгрейдил вот эти вот фабрики. Они все по рейтам абсолютно идеально совпадают, все четко. Оба делают по два в секунду продукции. И лабораторий тоже по два в секунду все это дело зажирают. Что еще? Ну, тут я немножко эти макарошки поправил, покрасивее сделал. Все равно это ужасно выглядит, но когда-нибудь я от этого избавлюсь в ближайшее время. Я вот здесь вот... А, ну сейчас без интерфейса я не смогу показать. В общем, я доисследовал недоисследованную технологию одну. Вот в этом вот заводе в ассемблере накрафтил полный ящик. Штуковин. Называются они контейнер для частиц. И они нужны для производства логистических станций. Так что сегодня будем запускать дронов. Полеты пока что в рамках одной планеты. Но, может быть, к концу серии выйдем даже и на межпланетную станцию. Ну, здесь ничего не поменялось. Здесь силикон делается, он же кремний. Здесь я тоже науки увеличил все в два раза. Потому что заметил, что достаточно медленно ведется исследование. Ну, все очень просто. Сверху накидал ровно столько же этих лабораторий, сколько их было до этого. Получилось просто тупо ровно в два раза больше. А вот с производством водорода и графита, да, возникла проблема с углубленной переработкой нефти, в частности. Мне нужно было нарастить все это дело вот здесь в два раза. Соответственно, первичную переработку нефти тоже пришлось наращивать. Здесь места не было нифига. И вот эти все макароны меня достали. Я здесь слегка все оптимизировал. Единственное, что вот эти вот цистерны бы вот сюда сдвинуть немножко. Но, ладно, уж черт с ними. Если я вот это вот наполненное жижей буду снимать, оно исчезнет навсегда. Не хочу. Ну, давай уж напоследок вот сюда долечу. Тут недалеко уже. Развернул я производство графита вот здесь вот. Там сделал заготовку для органических кристаллов. Здесь раскидал ТЭЦ, которые будут сжирать лишний водород вот от этой вот станции переработки. Ну и, конечно же, раскидал везде нефтяные вышки. Вон они торчат отовсюду на горизонте. Ну, собственно, вроде бы как все. Готовимся запускать дронов. Устраивайтесь поудобнее. Наливайте чаек, доставайте печеньки. Может быть, кто-то что-то другое любит. Неважно. Приятного просмотра. Начинаем. Итак, я нахожусь в молле. Что мне здесь нужно? Даже не знаю, с чего я хотел начать. А, ну да. Начать я хотел с того, чтобы вот это все дело включить. Оно пока что вырублено, обесточено полностью. Производство и переработка нефти тут. Нужно это все дело врубить. Чтобы оно уже начало свое грязное дело. Тут в чем косяк вообще случился. Надо ветряков взять, кстати говоря. Да, вот мне их понадобится сейчас много. Там загвоздка вышла в том, что до двукратного увеличения мощности лабораторий, кстати, ветряков-то как много, у меня там все ровно без остатка шло. Практически без отходного производства. Сейчас у меня, из-за того, что я увеличил базовую переработку нефти, появилось свободное 2 в секунду топливо. И вот они будут вот здесь вот накапливаться. Их бы куда-нибудь сжигать. Конечно, можно их вот сюда отвезти, здесь поставить ТЭЦ, например. Но этот вариант я пока не рассматриваю. Я их решил просто поднакопить слегка. Оттуда я подцепил еще одну нефтяную скважину. В сумме вот с той первой, они выдают мне как раз ровно столько нефти, сколько мне необходимо для увеличенного в два раза производства. Ну и, соответственно, со всеми новыми технологиями это дело будет... Да, кстати, раз уж мимо прохожу, если вы заметили, у меня здесь еще один комплекс по производству моторчиков появился. Нарастил я это дело, потому что моторчики сейчас активно будут потребляться на производство супермагнитов. И разворачивать это самое производство супермагнитов я планирую через дронов, потому что дальше куда-то тянуть это на какую-то шину смысла нет. У нас уже все исследовано для этого. И даже уже имеются кое-какие ресурсы. Так, что, нефтянка приехала. Пошла жара, надо какую-то науку выбрать. У нас много здесь чего нужно исследовать. Начнем, пожалуй, даже не с этого, наверное, а вот с этого, чтобы алмазы открылись. После алмазов я, пожалуй, вот эту очередь кину. И желтые кубы. Да, сегодня нужно в эти самые желтые кубы выйти. Затем, конечно, супермагниты. Они мне сегодня пригодятся. И потом вот у нас сладенькая межпланетная логистическая станция. И вот эти вот логистические челноки грузовые. Для них нужны титановые слитки. Титановые слитки делаются из титана, стали и серной кислоты. Да, скорее всего, на сегодня я никак не успею вот это вот все запилить. И заставить работать. Так, что наука-то? 360 хэшей в секунду. Ровно в два раза больше, чем было раньше. Жрется достаточно активно. Водорода сюда, в эту сторону, идет ровно столько, сколько нужно. Там, по-моему, 4 в секунду потребления. Но, естественно, приоритет у сплиттеров стоит сюда, чтобы полностью съедать весь водород с этого производства. И видите, сколько топлива едет. Просто огромная масса, сколько заезжает и сколько выезжает. Даже чисто визуально легко сравнить. И понять, что его очень много лишнего. Конечно, его можно было бы направить в том направлении, куда-то вот туда и использовать для производства пластика, серной кислоты или еще чего-то органических кристаллов. Вот только, блин... А, нет, они у меня самые прекрасные. Но до этого еще не скоро дойдет. Да и вот эту вот лапшу создавать лишнюю не хочу. Тем более, я рейты тогда соблюсти не смогу нормально. Мало ли, у меня где-то там что-то надо будет резко поменять. И меня из-за этого вот здесь все производство переделают. Ну, как-то неохота. Так, тут можно все это дело подключать потихоньку. Как я уже говорил, производство желтых кубов я хочу делать, если не полностью автономным, то как можно более независящим от основной системы. Потому что мне необходимо, чтобы вот те ТЭЦ работали на полную мощность и сжигали очень много водорода. Сейчас они этого не делают. Здесь что у меня такое? Обляпал, облепил просто весь этот угольный бассейн бурами. Здесь миллион угля, более чем достаточно. Этот графит передается вот в эти соответствующие смелтеры, чтобы делать алмазы. Алмазы у меня сейчас исследуются, я объясню. Ну, здесь и так понятно, что один в один идет передача. Рейты абсолютно такие же. И будет здесь производиться два алмаза в секунду. Это достаточно, чтобы делать два желтых куба в секунду. А вот этот вот уголь, тут вот прям вот хитро пришлось вот так вот все это заворачивать. Он идет туда с приоритетом. Или... А, он в обратную сторону идет, да. Здесь делается графита уже четыре в секунду. И все это необходимо для нужд. Давай поближе. Поплотнее. Во! Отлично. Все вот это, вот это... Слушай, ничего не запитался, слышь? Из-за тебя придется целую опору красить. Весь этот графит без остатка необходим, чтобы заставить работать и запитать вот это производство пластика и органических кристаллов. Как все это работает? Ну, давай для начала расставим. Кто-то где-то писал, показывал на Рейдите, по-моему, что вот эти лабы можно располагать более компактно вот таким образом. Сейчас мы это дело проверим. Ну, в принципе, да. Плотненько встают. Подъехали алмазы. Прекрасно. Итак, чтобы органических кристаллов делать два в секунду, а именно ровно столько мне нужно для производства желтых кубов, мне нужно пластика. Сколько? Ну, тоже где-то два в секунду. Нет, больше. Пластика там нужно 4 в секунду. А чтобы делать пластика 4 в секунду, мне нужно 12 заводов. Получается 12 заводов на кристаллы и 12 заводов на пластик. Все ровно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут, да, колбаса получится приличная. Длиннющая. И, естественно, чтобы ее запитать, мне потребовался конвейер второго тира. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Жесть, чё. Вот так. Что нужно для пластика? Нужно топливо и нужен графит. Вот эти вот самые восемь графита в секунду поедет вот сюда. восемь графита это... Подожди, какие восемь. Не восемь. Восемь топлива в секунду. Графита нужно четыре. Вот он. Он уже здесь на старте, на подходе. Давай я его сюда протяну. Потом это надо будет все запитать. Ну, как раз чё. всё по плану у нас идёт. Давай, подъезжай сюда. Да, вот он уже подъезжает. Графит. Начинаем всё это дело закидывать обычными жёлтыми. Опа! Тебе угол этот не нравится? А так? А так норм. Ничего бывает. Дай проверим. Две третьих. Да, нормально. Всё хватает. Более чем хватает. Нормально всё цепляется. Сейчас это вот так быстренько раскидаем. и пустим сюда, наверное, топливо. Хотя я бы его сюда запускал в последнюю очередь, потому что он мне там накрафтит сейчас целую уйму водорода лишнего. И этот водород должен сжигаться без остатка. Ставить там буфер какой-то я не хочу, потому что мне потом от него ещё избавляться. Блин, как тут всё неудобно, а? Ладно. Дай, для исключения отсюда тебя запитаю. Тут всё очень просто. Идёт сплиттер, производится сколько там, 8 топлива в секунду. Большая часть уезжает туда и остальная вот сюда. А, даже не 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Да нет, 8 должно делаться. Почему я сюда тогда такой конвейер пустил, а не жёлтый? Чёрт его знает, не помню уже. Ладно. Далее, органические кристаллы. Требует пластик, один в один. Топливо. Вот оно поедет. И водичку. Водички нужно не очень много, но, тем не менее, это самое не очень много заняло целых 3 водокачки. Потом, по мере изучения технологий и повышения эффективности добычи разных ресурсов, разумеется, всё это дело можно будет снять и переделать. Сколько ты там воды жрёшь? О, нормально. Всё прям вообще отлично. Можно вот так заводить. Чё, давай расставим всю эту красоту. Да, вот чё, плохо они, когда вот так вот перевёртышами ставятся. Опа! Тут не нужна засыпка. Не вопрос. Там больше нигде не надо, нет. Кстати, нефтянка ещё не запитана тоже, да. Когда их так ставишь, крест-накрест, сипись-накось, они немножко сдвигаются. Главное, я сейчас не промахнусь. Благо, я уже знаю, где заканчивать эту процедуру. Так. Это какой конвейер? Первый? Ну да, там воды нужно две, что ли, в секунду. Вот на все эти 12 заводов. водичка поехала, она уже запитана, потому что подъехали у нас вот эти вот самые усиленные кристаллы. Они как раз и нужны для жёлтых кубов, и делаются они из органических кристаллов и титана. титан я буду сюда подвозить потом межпланетной логистической станции. подключаем. О, сюда. Так, подключаем всё это взяло потихонечку. Главное, мискликов не наделать, но я это потом, если что, починю. Не на запись, если, конечно, найду. Ну, рано или поздно это точно найду. Бедные мои дроны ещё не успели здесь всё расставить. О, у меня топливо закончилось. Не вопрос, у меня в кармане было. Кстати, органические кристаллы у меня вот лежат, но, блин, я их не могу сюда выложить. Это те кристаллы, которые я добыл, пока рубил деревья тут везде. Уж не знаю, почему разрабы сделали так, чтобы они падали с деревьев. Ну, вообще логично, там есть даже альтернативный рецепт для этих кристаллов. Дерево, трава и вода. Не знаю, зачем это всё сделано, но, видимо, на случай, если прям совсем беда с нефтью. Ну, либо вот эти вот все масштабные производства не так уж удобно людям делать. И нужно совсем мало-мало этих самых кристаллов. Но они идут исключительно на жёлтую науку, насколько я помню. А, и ещё для одних высокотехнологичных кристаллов они нужны. Ну, куда? Сюда. А, не хочет. Ладно, я понял. давай на это выкидывать. У меня сейчас главная задача автоматизировать эту самую жёлтую науку и автоматизировать доставку для этой жёлтой науки Титана с далёкой планеты Мизар-4, на которой мы в прошлой серии основали титановый аванпост. Всё, осталось это дело запитать. Давай, наверное, кинем ветряки. Остальное я доброшу этими обычными столбами. Блин, тут уже осталось. Так, я знал, что придётся её зацепать. Так, ну и раз я туда пошёл, давай сразу в том направлении накидаю ветряков, чтобы запитать нефтянку. Тут мне их, наверное, не хватит. Ладно, сделаем лайфхак небольшой. поставим вот эти штуки. Одно сюда, одно сюда и одно сюда. А рядом уже ветряками всё это запитаем. там по расчёту нужно на вот это всё дело 15 мегаватт электроэнергии. Вот эти заводы выдают не 15, они, по-моему, порядка 12 будут мне давать, я уже не помню точно цифру, но, короче, этого недостаточно, и остальное я буду ветряками добивать. ну, как-то так. Всё, сейчас нефтянка поедет, что ещё? Ещё надо с этой стороны всё запитать. все эти лаборатории немало энергии жрут. Да-да-да, пошла жара, приехала нефть, началась её переработка, и сейчас всё будет очень у нас хорошо и весело. Вот только здесь некуда в середине ставить. Ай, беда, бедовая. Как же я вас запитаю. Скажите, пожалуйста. Реально некуда ставить. Раньше вот сюда вот между ними влезали эти столбы. Сейчас придётся их ляпать вот таким вот образом. Некрасиво. Получается здесь либо ветряки лишние, но они в любом случае здесь нужны. Так что ладно. Говорили. по мере подключения к сети всё новых лабораторий вот этих вот химических заводов видны просадки. ну не, всё нормально. Пошло дело. Электростанции я поставил ровно столько, сколько нужно, чтобы сжечь максимальный выхлоп вот с этих всех нефтяных переработчиков. можно можно поставить ещё несколько, но при максимальной нагрузке они тупо не будут успевать точнее они будут сжигать водород раньше, чем он будет доезжать до самой дальней крайней станции. У меня здесь вот ещё нефтяная скважина есть, но она мне тупо не нужна. органические кристаллы должны сейчас вступить в свою силу. Хотя ребятам что-то не хватает. Исследованы алмазы, запускаем. Как я и говорил, делается один алмаз из одного графита за 2 секунды. Соответственно 4 смелтера делают 2 алмаза в секунду. Они уже поехали. Всё, отлично. Всё просто и легко. Сейчас у меня доисследуются жёлтые кубы, можно было где-то тут это всё дело ставить. Но органические кристаллы это всё здорово. А, ну правильно, здесь по фильтру стоит приоритет выхода к пластику. То есть сначала вот это всё на пластик набьётся максимально. И потом начнётся передача постепенная сюда к органическим кристаллам. Если я буду рубить ровно пополам, выходящее топливо, то у меня будут где-то вот эти половины завода будут работать, а вторая половина будет простаивать. Поэтому нужно просто подождать, пока наполнится вся система. и здесь как ни странно аж целых 28 мегаватт. Так, ну-ка я вот эту включу. А чё это вы не запитались? Алё, в чём проблема? Я же тебя вроде ставил, чтобы ты доставал. Давай так. А, и вот у меня чё, у меня нефтянка не подключена. Это нормально, бывает. Я её здесь видимо специально вот так оборвал, чтобы она ничего мне лишнего не наделала. ну, вроде теперь всё. Нефть заходит вот сюда через буфер, больше трёх этих цистер мне не потребуется. И сейчас у меня станет гораздо больше всего, и потребление вырастет. А, надо ещё ветряков, я понял. Давай накинем. У меня их осталось как раз пять штук. сейчас где-нибудь тут их расставлю. И более-менее сейчас всего будет хватать, я думаю. Да, мы уже вышли в сто процентов, и сейчас вот те вот ТЭЦ заведутся, заработают, сожгут лишний водород, и всё будет нормально. 31,6 мегаватт, но это производство энергии, а потребление под тридцатку уже. Чё-то много, да. Да, но я не учитывал вот эти смелтеры тогда. И не учитывал вот эти нефтяные скважины. Они нормально так жрут. Всё, пошло топливо, заметьте. Да, здесь оно битком, поехало топливо для органических кристаллов, всё, пошло производство. Продукт стакинг, всё нормально, пошло приятное бульканье, вариво варится. кристаллы кристаллы едут. Эти кристаллы это не конечный продукт, нам нужен титаниум кристалл, усиленный, титановый, делается он за 4 секунды из одного органического кристалла и трёх титановых слитков. Но про титан я пока вообще не думаю. чтобы изготавливать их 2 в секунду мне нужно 8 ассемблеров. Есть они у меня с собой? Конечно есть. 8 ассемблеров. Не вопрос. Ставлю я где-то так, допустим, я заверну это сюда. Так, нам даже далеко. 8 ассемблеров. вторым рядом заведу титан. Тут поставлю рецепт соответствующий. 4 5 6 7 8 и откуда-то оттуда титан. Сколько его нужно будет? 24 6 штук в секунду. Но как раз обычного белта достаточно будет. Все ровно и красиво. Все как я люблю. На тебе органику. На тебе и тебе на и ты на кушай. Все, я избавился от лишнего хлама. органические кристаллы конечно можно у себя в реакторе сжигать. Ура, желтые кубы прибыли. Но они крайне неэффективны. все запускаем это дело. Осталось титан сюда закинуть. Да, ветряки у меня закончились. Но если что, недостаток электроэнергии я здесь буду как раз компенсировать вот этими самыми ветряками. так, здесь будет на выход идти вот сюда этот самый титановый кристалл. Только надо учесть, что чтобы он нормально пересекался с титановыми слипками. Подаваться они будут откуда? Вот это вопрос, кстати говоря. Да ладно, у меня сортеры закончились. Я могу скрафтить штук штуки три? Да хоть двести говорит мне мой инвентарь. Чтобы потом за ними не лететь, не возвращаться, я пока вот это все поставлю и отправлюсь домой на базу к моллу, чтобы закупиться естественно всяким разным оборудованием. Все запитано что ли? Серьезно? Ну окей. Так, кристаллы есть, алмазы есть. Это едет сюда, это сюда. Вот здесь будут лаборатории стоять, в кармане у меня их нет. Лаборатории мне потребуется, чтобы делать два куба в секунду, 16 штук. 16 лабораторий, они у меня по-моему по высоте могут стакаться, посмотрю, лабы до семи штук, очень хотелось бы два по восемь, но не получится, но можно это исследовать за 800 желтых кубов, блин, жесть. Ладно, я вас понял. Я вас понял. Ладно, короче, здесь все работает, поэтому несказанно рад. Все равно наука как-то достаточно медленно продвигается, несмотря на то, что у меня все загружено максимально. даже живите. Ай-яй-яй-яй-яй, Семен Семенович. А, подожди. Да все нормально, продукт стакинг. А почему? Я все рассчитал, все точно производится. Можно даже вот это посмотреть. 90 потребление, вот. А скорость потребления, кстати, у них зависит от текущего исследования. А, ну да, все понятно. Тем более, он живет больше синьки, а меньше всего лишь 250 красных кубов, поэтому они гораздо меньше потребляются и накапливаются в перепроизводстве. ничего страшного. Так, мне надо нахватить сейчас графита, нахватить вот этих дронов, 200 штук, это на 4 логистические станции, прекрасно. Процессоры я решил все сюда развернуть, их у меня там нормально настакалось. пусть делаются солнечные панели делаются. Что мне нужно? Сортеры нужны, конвейеры не нужны пока, ветряки нужны мне, склады у меня есть большие, ассемблеры есть, химзаводы надо выкинуть и, да, матричные лабо, видите, у меня прям уже уезжает постепенно, да, там все работает нормально, даже верхняя самая лаборатория варит синие кубы и они едут и, как видите, этот запас постепенно уезжает, это нормально, так и задумано. Так, сортеры у меня закончились, забираю, вот эти вот штуки мне нужны, партикл контейнер, контейнер для частиц, 100 штук пока возьму и запущу на крафт вот это дело. Правда, нужен еще титан и процессоры, процессоры вот здесь лежат, 2 стака на карман закину, лаборатории мне нужно 16, вот 8 я здесь возьму и 8 здесь. Химлабы я пока скину, у меня внезапно одна водяная помпа лишняя оказалась, но я ее снял вот оттуда, где серная кислота она была там реально лишняя. ТЭЦ мне пока не нужны. Сталь, мне нужна сталь. Однозначно. Так, раз я сюда пришел, сколько у меня засыпки? 2500 более чем. Сталь на карман кинул, процессоры забрал, титан у меня лежит там. моторчики крафтятся, сортеры я забрал, ветряки забрал. Ну че, этот титан надо будет как-то сейчас перевести туда, давай заберу все, а он как раз ровно весь влез, идеально. И, блин, у меня еще руда здесь лежит, ладно, черт с ним. Так, давай запущу пару штук для начала, ну или че уж мелочиться сразу четыре, они ровно минуту будут у меня крафтиться в кармане, у меня как раз место освободилось, полетели тудой, запустим уже наши желтые лабы, и эти самые, а это че такое у меня? А это я лишний хлам скинул из кармана и совсем забыл, окей, бывает. пока вот это все здесь наращивал, сделал небольшой сундук, кинул и совсем про него забыл. Надо будет забрать из сундука все лишнее. Так, дроны есть, все есть. Вот, блин, подпитывать, запитывать вот эту всю схему вот этого вот, вот этой энергосистемы запитывать в логистическую станцию я бы не хотел. но походу у меня нет другого выхода. Есть у меня такое очучение. Давай еще вот здесь немножко засыплю. Так, раз, два, вот сюда мы ставим титан. Титан будет приезжать прилетать вот сюда. Здесь у нас будет логистическая станция стоит. Давай я ее, наверное, тут и воткну. Такая вот бандура это еще не самая большая. Пойдет. Все-таки титан будет прилетать с другой планеты где-нибудь там, ближе к центру. Я не хочу здесь делать основной транспортный узел титановый. Но потом дроны его сюда пусть подвозят. то есть берем вот это. Да, да, и вот он мне рассказывает вообще что это такое. Эта штука, в нее засовываем 50 дронов. Вот, пожалуйста, control клик и 50 дронов здесь лежат. Я могу обозначить с какой частотой она, с какой мощностью она накапливает заряд. Этот заряд нужен чтобы слушать не следу в очередь закинуть. Все, заткнулся. Молодец. Здесь желтая наука нужна. И здесь желтая, и здесь желтая, и здесь желтая. Да что ты будешь делать? Ладно, я вас понял. Тогда, тогда, тогда исследуем батарейки, исследуем вот это, и исследуем вот это. Потом объясню, что это такое. На чем я остановился? А, ну да, вот этот заряд нужен для подзарядки дронов, чтобы они работали. Здесь есть три слота. В эти слоты, вот, кстати, можно поменять название у нее, но я этого делать не буду. Можно определять минимальную, кстати, раньше этого не было, обозначить можно минимальную загрузку дронов, рейндж дронов 180 градусов, то есть это как? не совсем понятно, насколько они могут летать и да, и энергопотребление. 12 мегаватт стоит по умолчанию, более чем достаточно. Ладно, давай подцепим, чтобы не сюда, ее надо сзади цеплять. вот так хотя бы. Все, ты заработала. Быстро заряжается, скотина. Отлично. Дроны там уже сидят. Я не могу вот так вот взять вручную вот это сюда положить, никак. Я могу единственное, что да, выбрать титан и сказать supply это снабжение, demand это запрос. Я естественно здесь ставлю запрос. И теперь все дроны, которые сидят вот здесь вот, ну и вообще находятся в моей логистической сети, будут искать для вот этой вот станции где-нибудь свободный supply титана, снабжение титана. Пункт снабжения титана я поставлю там где-нибудь и впоследствии это вообще будет у меня конечно же так межпланетное логистическая станция, а не абы что. Выход конвейера из нее идет напрямую, я выбираю фильтр, естественно это будет титан и вывожу его вот сюда. Здесь есть волшебный ящичек, я сейчас его так поставлю, в него запихну весь этот титан, только пару стаков себе оставлю на карман для карманных расходов и выкину вот так вот как раз сортер третьего тира выдает 6 в секунду ровно предметов. Поехал титан. Поехал титан, сейчас у меня будут готовы мои вот эти вот кристаллы, алмазов тоже уже полно, сюда же я буду загружать желтые кубы готовы вот от этих лабораторий их 16 штук, как бы мне их поставить так? Ну, допустим, по центру они будут заезжать, почему бы и нет. Так, так, отсюда, отсюда, выгружать сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну и четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так пока что. Блин, некрасиво вышло, да? Нет, подожди. Вот это надо немножко переделать. Все круто напеределаю. отлично. Желтые кубы и тебе, и тебе всем желтые кубы. Пусть никто не уйдет обиженным. Надо было бы их немножко в стороне ставить все равно, да? Ладно. Будем выгружать так. Ничего в этом страшного нет. Ну и да, на сопла они стоят, все нормально. Максимальный буфер здесь пять тысяч единиц, этого более чем достаточно на самом деле. Почти весь титан уже уехал, обалдеть. Так, теперь им надо подать те ресурсы, я их заведу с этой стороны, чтобы покрасивше вот так вот раз. Ну и вот как-то вот так два. Все, осталось их запитать, я, наверное, это сделаю так, но на ближнем конвейере я желтыми сортерами это сделаю, на дальнем лучше зелеными. Ибо кто же его знает. все накидываем ветряков, запитываем всю эту красоту и смотрим как работает магия. Вон еще нету не соединился. Не вопрос. Пока всего хватает, подъехали алмазы, поехали кристаллы, у меня готовы аккумуляторы. Чтобы делать аккумулятор мне нужен силикон и супермагниты. Вот супермагнитами я сейчас буду, конечно, долго мучиться. Пошло производство желтеньких кубышек. Пока что только нижние этажи, они сейчас накопят себе буфер. Вот поехали вторые этажи и так до самого верха. Постепенно они все это скушают. Вот они заезжают желтые матрицы. Отлично. Все работает, энергии слегка не хватает. Это меня печалит. Да не то чтобы слегка. Там нормально так ее не хватает. А почему у меня вон те тет стоят без дела? А потому что у меня простаивает производство А ну понял перегружены у меня органические кристаллы поэтому водорода едет не так много. Неужели вас подцеплять к общей сети? очень не хотелось бы. Ладно вы тут разберетесь сами. Благодаря вот таким логистическим станциям и тому что дроны в себе несут кстати сколько они могут нести сейчас? Сейчас логистик дрон скорость 8 метров в секунду 25 единиц ресурса за раз они несут летят 8 метров в секунду это примерно как вот я сейчас лечу на своей тяге реактивной то есть не очень то и быстро. так есть место в инвентаре нету ну не очень много но вот это я могу забрать без проблем ставим вторую логистическую станцию где-то тут вот прям вот тут я ее поставлю надеюсь не будет никого мешать ставлю ставлю желтые кубы и не supply а demand и ставлю сюда 50 дронов пожалуйста in transit полетели дроны с желтыми кубами именно сюда вон они направляются вон они красавцы несут желтые кубики прямо мне сюда я тебя тоже заплетаю чтобы ты заряжалась да у меня базовой энергии тоже не хватает на первой базе и это нехорошо капец вы медленные ребята вот так вот они сюда ныряют самое что прикольно да дроны которые несут ресурс подкрашиваются в цвет того что они переносят чтобы можно было издалека увидеть все пошло пошла жара пошло производство сейчас постепенно водород разгонится и будет у меня здесь электроэнергии хватать на все вот это вот автономное производство желтых кубов и что самое интересное на некоторых планетах вот эти органические кристаллы валяются в виде руды их просто берешь и выкапываешь привозишь сюда и вот это вот все заменяется буквально там пятью шестью бурами такие вот чудеса так что вам не хватает а вы весь титан выработали я понял это нормально это нормально ничего страшного сейчас нужно подать так вот ты будешь мне здесь мешаться давайте вот так рядышком воткну мне нужно вот отсюда выкинуть желтые кубы пустить их блин так получится давай отсюда я их выкину вот таким вот образом вторым рядом вот сюда ну и да чисто на всякий случай я их запитываю синими сортерами потому что они 6 секунд закидывают сразу потому что здесь много лабораторий кушают они тоже много поехали желтые кубы сейчас они расходоваться не будут я не знаю сколько у меня их штук произведено но не очень-то и много потому что три титана на один кристалл идет то есть их произведено в три раза меньше чем было титана у меня на кармане мне нужны желтые кубы чтобы вот это исследовать и вот это 120 и 80 200 кубов мне нужно потом мне нужно будет немножко титана еще вот у меня в кармане он лежит как раз для этого сделать немножко слитков построить две логистических станции межпланетных ну и сколько там по 10 они по-моему влезают или по 15 уже точно не помню 10 штук в одну логистическую станцию то есть мне нужно будет еще 20 вот этих корабликов соорудить и все да подвозят они еще остатки кубов желтых но они сейчас быстро закончатся все это я делаю чтобы мне потом не пришлось два раза ну лишний раз летать куда-то туда на ту планету в рукопашную возить все эти да пошли желтые кубы все это прикольно визуализировано очень красиво вот там и внутри вот три матрицы крутятся вертятся красиво очень-очень красиво ну че что дальше дальше мне нужно лишний хлам выкинуть из карманов и заняться чем-нибудь еще ну как я и говорил да надо производство вот этого дела наладить но пока я этого не сделал я хотел че я хотел я хотел так как много тут всего супермагниты я хотел делать во пускай там все это исследуется мне нужны супермагниты давай я сюда выкину вот это вот это не вот это мне нужно будет это дрона мне нужны моторчики не нужны железа слишком много несу титан пока выкину сталь лишняя этих конвейеров реально очень много у меня вот простых желтых мало осталось надо пару стаков нахватить пригодится все графит поровать не надо я не хочу вот эти моторчики для супермагнитов подавать куда-то там далеко вообще из чего они делаются делаются они из моторчиков из магнитных колец и из графита то есть как-то не очень удобно все это транспортировать поэтому я бы хотел их наладить производство вот этих вот супермагнитов за счет дронов давай подумаем прикинем где мне что лучше как загружать здесь понятное дело вот они кольца магнитные едут вот они здесь у меня варятся не вопрос здесь же моторчики то есть я могу это загружать спокойно в логистическую станцию осталось выяснить где мне брать графит но по идее вот он да но это электричество оно мне нужно вот у меня есть угольное месторождение здесь почти миллион угля ну а что бы тут и не поставить отлично найдено решение вопросов так что мне с вами делать мне у вас придется перетрассировать немножко да или чё или как откуда мне забирать лишние вот эти вот а я могу вот отсюда забирать колечки гнать их вот сюда ладно давай вот тут воткнем эту бандуру пошла у нее зарядка на тебе дронов 50 штук ну и собственно чё собственно вот здесь я где-то прерву процесс вот а чё париться я сейчас вот так сделаю поставлю сплиттер заведу сюда заведу сюда и заведу сюда приоритет поставлю туда пусть здесь будет перегруз мало ли чё снабжение мол пусть будет приоритет а чё она не заезжает тебе обязательно выбирать надо да раньше автоматом цеплялась ставим на снабжение вручную я сюда это закинуть закинул смотри получилось я могу кстати нажать clear and reset и всё это дело отсюда попытается залезть мне инвентарь места там конечно же не хватит и поэтому всё это просто будет безвозвратно потеряно пошло активное потребление ну просто складирование пока что этих самых моторчиков их нужно будет вот здесь масштабировать ещё достаточно много там рейты производства насколько я помню так треть в секунду выдается жрет он две третьих в секунду то есть 3 завода супермагнита супермагнитных завод да они будут жрать два в секунду вот этих вот турбин и чтобы делать две в секунду вот этих турбин мне нужно мать его аж целых 4 завода строить для этих самых турбин то есть 4 завода турбин снабжают 3 завода супермагнитов это если целые рейты соблюдать там можно это дело кстати красиво регулировать за счет использования ассемблеров более низкого тира и там можно выровнять покрасивее все рейты я между сериями это посчитаю расставлю сейчас чтобы не отвлекаться ну и так из этого сплиттера я вряд ли смогу забрать колечки мне надо будет вот это железо поднимать тогда и вот так вот низом тянуть ну хотя дам получится вполне простите пожалуйста я вот здесь немножко потревожил вот таким вот образом тянем это сюда да ты вниз низом да 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 низом низом давай низом тени давай так а вот они слушай вот же они еще этот устроил вот у меня колечки подъехали четко красиво аккуратно их нужно здесь только поднять наверх вообще не проблема зря только железо побеспокоил ладно пусть лапша такая остается да придется вот так сделать и прям вот они вот так красиво ну чё не так то ну вот все заезжает поехали у нас магнитные кольцы тоже на supply отлично кармане у меня остались моторчики я сейчас сюда скину вот эти ребята тоже мне остались до склады складируются очень удобно прекрасно ну и все осталось здесь поставить хотя бы так где уголь то я ведь вон последние логистические логистическую станцию я где-нибудь вот тут воткну затребую моторчики и затребую кольцы все это на демонт естественно и дронов сюда ветряки и оттуда заберу есть у меня ощущение что у меня сейчас моя энергосистема скажут мне по кусечке полетели магниты полетели моторчики пока все это лед и давая наверное вот так вот запятаю организуют обыча угля но и раз такое дело так сколько там нужно графит и я не помню я думаю этого будет более чем достаточно раз такое дело мне нужно будет этот уголь пустить еще и на электроэнергию иначе нас ждут проблемы как бы так тебя покрасивше ты сюда завести ладно давай сюда на выходе вот этим был там потянем вот так вот уголь раз два три пару в секунду графита запущу сколько там надо вообще достаточно 1 в секунду на эту кучу заводов но этот графит мне пригодится пусть стакается я потом действительно здесь наращу объемы тэц объема производства электроэнергии мне это дело нужно будет обязательно забираем сюда графит но здесь на берегу раз здесь все так красиво ровно аккуратно вот он графит вот они ассемблеры ставим раз два три даем задачу делать супермагниты готова снабжаем это дело графитом графитом выгружаем графит разумеется на одних ветряков уже становится катастрофически недостаточно но это нормально скоро мы выйдем уже в дейтерий у нас обеспечит энергии на долгие века теперь нужно очень красиво аккуратно все это сюда выгрузить отсюда вытаскиваем моторчики отсюда вытаскиваем магнитики моторчики заводим сюда магнитики соответственно тоже вот сюда и закидываем это дело больших масштабах они там живут по моему немало их 2 и 3 ну да нормально так а выгружать куда а выгружать сюда будем и теперь у меня вопрос мне нужны эти супермагниты пока что в данный момент только чтобы вот эти вот конвейеры третьего тира изготавливать вот у меня для них вход подготовлен кстати прям вообще напрямую все это летит я так думаю что я пока не буду это все вываливать куда-то в какой-то логистический центр тут зачем вот отсюда туда тянуть это недалеко мне проще протянуть конвейер аккуратненько вот таким вот образом кстати землица немножко сейчас подфармлю ну да нормально я сейчас вот здесь это все дело подниму на второй этаж где-то тут или нет лучше на 3 на какой там сплит со сплитером чтоб не было пересечения четвертый этаж иди ты нафиг мне проще тебя вот здесь вот так пересечь блин ящики вот эти мешаются тоже вот так вот я сделаю без макарон никуда ну да и запитка идет все нормально еще супермагниты мне будут нужны для производства чего так это усиленный ускоритель нужен для челноков грузовых грузовые челноки делаются из процессора титанового слитка и тяжелого ускорителя а здесь супермагниты не нужны супермагниты нужны вот здесь вот батарейки я буду автоматизировать в следующей серии они мне обязательно понадобятся да и кстати говоря я исследовал между делом солнечные паруса у меня в комментариях активно просят их уже начать производить сделаем буквально в следующем видосе организуем производство солнечных парусов прям вот как только блин жалко я тебя выкинуть так не могу вам все нормально энергосистема более-менее стабилизировалась это хорошо наука как видите прямо улетает только в путь давай посмотрим по потреблению 90 в минуту это не 2 в секунду мать его счета тут не сходится но возможно это зависит исключительно от так а желтые желтых мало потребляется нежели это все зависит от именно рейтов самой конкретно отдельной взятой технологии непонятно да не слушайте мне по моему синих кубов сейчас не хватает почему вот эти лабы простаивают так ресурсов им более чем достаточно а на выгрузку а твою-то мать вот такая вот маленькая деталь да вот обычный сортер не проапгрейдженный он выдавал полторы в секунду и у меня вот ровно на полторы в секунду шла наука видите сколько здесь накопилось хлама вы видите дачу происходит вот вот теперь видно что это тело поехала гораздо активнее все нашли узкое место быстро починили я все блин думал чё такое чё за фигня как-то слишком ровно они едут и вот они третий конвейер и синего цвета они у них пропускная способность 30 единиц ресурса в секунду они нужны будут для всяких массовых производств в большом количестве постепенно все это крафтится все работает отлично я доволен хватит ли мне желтых кубов чтобы все это до исследовалось но скорее всего да часть тем более вот эти синие ребята подъедут сколько тут желтизны 81 штука плюс сколько то уже сюда заехала сколько то здесь на конвейере сидит до этого достаточно вот другое дело вот теперь нормально вот сейчас все должно работать красиво 120 минут пошло производство все ровно все по рейтам наконец-то потребление сейчас вырастет все будет в порядке фуф эта игра и подобное им они полны вот таких вот вещей вот один маленький сортер и все вот опять же вот эти два их желательно проапгрейдить здесь я уже прообразил но кстати водород что у нас тут водород но нормально сюда заходит здесь все приоритете и обратите внимание у нас уже 3 емкость начала заполняться надо куда-то девать вот это все топливо так где бы посмотреть его характеристики то энергетические 44 мега джоуля а графит графит 63 ну по идее можно я специально здесь немножко перетрассировал все это дело и оставил выпуск в этом направлении здесь есть свободное место можно будет здесь поставить тэц и увеличить наши объемы электрические как раз пора бы да нарастить все это дело ветряки уже начинают не справляться ну вот нормально все работает 120 120 ну это понятно в меньшем объеме производства энергетических матриц пока стоит им не хватает водорода внезапно серьезно начать вам водорода то не хватает 4 в секунду едет вот прям вот вынь да полож сколько надо столько и едет все по рейтам я не знаю на смотреть разбираться возможно продукт стакен почему продукт стакен потому что графит а чё с графитом не так а вот тебе пожалуйста и вот здесь я не подцепил графит соответственно у меня только половина водорода делается все остальное настакалась и уперлась потолок сейчас все будет работать весь графит поугружается сейчас и красных кубов станет тоже более чем достаточно ну да и весь графит вот тот запасной был благополучно скушен моими лабами вот нормально сейчас он уедет и все будет нормально вам что он здесь не настакался но не 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 все вот он уезжает весь избыток да и этот графит начал вставать прекрасно давай его сворую слегка запитаюсь до графеновые заводы у меня сразу начали работать потому что там активно производится конвейер третьего тиране графен тоже потребляют ну и все сейчас мы этого делал дождемся таки этого прекрасного момента когда у нас до исследуется межпланетная логистическая система и будем эту серию заканчивать только не говорите что он теперь не хватает графит такого быть не может прям весь улетает не все нормально всем все хватает сейчас наоборот должен накопиться здесь это водорода пока не хватает он пока до верха дойдет низ уже опять кушать хочет бывает все межпланетарная логистика завершена на столь оптимистичной ноте буду серию заканчивать всем спасибо за просмотр и ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии запрыгивайте к нам в дискорд в паблик вк ну и захаживайте на стримы на твиче они может быть и не так часто происходит как хотелось бы но тем не менее они там случаются всем спасибо увидимся следующей серии пока пока